я хочу поблагодарить вас всех это невероятно вы все наши друзья у нас тысячи друзей в этом в этом нашем невероятном движении подобного движения никто никогда не видел и честно говоря я считаю что это величайшее политическое движение всех времен такого не в нашей стране не возможно за ее пределами еще не было и теперь она выходит на новый важный уровень потому что мы собираемся помочь нашей стране исцелиться мы поможем нашей стране исцелиться наша страна нуждается в помощи и нуждается очень сильно мы собираемся исправить проблему нашей границы мы собираемся исправить все проблемы в нашей стране сегодня мы вошли в историю не просто так и причина заключается именно в этих проблемах мы преодолели препятствия преодоление которых казалось невозможным и теперь ясно что мы достигли самого невероятного политического достижения посмотрите что произошло это безумие но это политическая победа которую наша страна никогда не видела ничего подобного не было и поэтому я хочу поблагодарить американский народ за необыкновенную честь быть избранным не только 45 но и 47 президентом сша каждый гражданин должен знать я буду бороться за вас и вашу семью за ваше будущее каждый день я буду бороться за вас до последнего вздоха своего тела я не успокоюсь пока мы не создадим сильную безопасную и процветающую америку которые заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы это действительно будет золотой век америке это то что нас ждет это великолепная победа американского народа которая позволит нам снова сделать америку великой о да и помимо того что я уже победил в таких штатах как северная каролина я люблю эти места в джорджии в пенсильвании висконсине сейчас мы побеждаем в мичигане аризоне неваде и аляске что приведет к тому что мы получим как минимум 315 голосов выборщиков намного проще сделать то что сделали телевизионные сети или кто там объявил об этом первым для нас это был тяжелый путь к победе мы также выиграли и народное общее голосование по количеству бюллетеней спасибо большое спасибо победа в народном голосовании это очень здорово это очень приятно это великое чувство любви мы испытываем великое чувство любви в этой огромной комнате с невероятными людьми что стоят рядом со мной эти люди были невероятны они проделали этот путь вместе со мной и мы сделаем вас очень счастливыми вы будете гордиться своим выбором я надеюсь что когда-нибудь вы посмотрите назад и скажете себе что это был один из действительно важнейших моментов в этой жизни когда я проголосовал не только за президента но и за эту группу людей это группа великих людей америка дала нам беспрецедентный и мощный мандат мы вернули себе контроль над сенатом вау это здорово мы участвуем выборах в сенат в монтане неваде техасе агайо мичигане висконсине и великом сотрудничестве пенсильвании мы все выиграли благодаря движению мага они так сильно нам помогли и в каждом из этих случаев мы работали с сенаторами по отдельности это были трудные гонки я имею ввиду что количество побед в сенате было совершенно невероятным мы проводили митинги мы проводили митинги с каждым из них а иногда мы проводили и по два и по три митинга это было удивительно смотрите на все эти победы никто этого не ожидал никто так что я просто хотел бы поблагодарить вас за это у вас теперь замечательные сенаторы новые замечательные сенаторы и похоже что мы сохраним контроли над палатой представителей и я хочу поблагодарить майка джонсона я думаю он делает потрясающую работу это потрясающая работа я также хочу поблагодарить мою прекрасную жену миланию первую леди у кого книга бестселлер номер один в стране вы можете в это поверить она проделала огромную работу и работает очень усердно ради помощи людям так что я просто хочу поблагодарить ее но я также хочу поблагодарить всю свою семью моих удивительных детей они удивительные дети но вы все так думаете все в этой комнате считает своих детей удивительными и это хорошо что вы так думаете но дон эрик иванка тиффани бэрон лаура джаред кимберли майкл спасибо вам всем за помощь какая большая помощь мой свекор виктор тоже великолепен и мы очень скучаем по матери милании амалии мы скучаем по амалии не так ли сейчас она была бы очень счастлива стоя на этой сцене она была бы так горда она была великой женщины красивая внутри и снаружи она была великой я хочу первым поздравить нашего великого теперь я могу сказать избранного вице-президента соединенных штатов и его совершенно замечательная и красивая жена уша венс а он вообще вздорный парень не так ли знаете я говорил ему что нужно идти в стан врага вы знаете что стан врага это определенные телевизионные сети и многие люди спрашивают меня сэр а я точно должен это делать а он просто говорит хорошо какую сеть cnn msdnc он скажет хорошо я пойду он единственный такой парень которого я когда-либо видел и он с нетерпением ожидает похода к врагу а затем просто уничтожает его иди сюда скажи пару слов что ж господин президент я благодарен вам за то что вы позволили мне присоединиться к вам в этом невероятном путешествии я благодарю вас за доверие которое вы мне оказали я думаю что мы только что стали свидетелями величайшего политического камбэка в истории сша и под руководством президента трампа мы никогда не перестанем бороться за вас за ваши мечты и за будущее ваших детей и после величайшего политического возвращения в истории америки под руководством дональда трампа нас ожидает величайшее экономическое возвращение в истории америки большое спасибо он оказался хорошим выбором сначала меня немного критиковали за него но я знал что у него отличный ум один из лучших какие только могут быть и мы любим эту семью и у нас будут прекрасные четыре года и мы изменим нашу страну сделаем ее особенной она потеряла эту потеряла эту маленькую характеристику под названием особенная мы должны сделать ее такой мы сделаем ее такой великой это величайшая страна и ее потенциал величайший в мире и сейчас мы будем очень усердно работать чтобы вернуть все это мы сделаем ее лучшей из всех стран что когда-либо были мы можем это сделать если бы нам пришлось еще подождать все стало бы еще хуже и стало бы гораздо быстрее нам придется запечатать границы но мы должны будем позволить людям въезжать в нашу страну мы хотим чтобы люди приезжали и мы должны позволить им это делать но они должны делать это легально они должны въезжать закон позвольте мне также выразить огромную благодарность сьюзи и крису за проделанную ими работу сьюзи иди сюда сьюзи иди сюда иди сюда сьюзи крис иди сюда крис сьюзи любит держаться в тени она не любит публику давай крис 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 иди сюда крис сьюзи любит оставаться вне кадра но сейчас у нее не получится иди сюда сьюзи я такого не ожидал но я просто хочу поблагодарить президента трампа за это путешествие это было замечательное путешествие и он чертовски хороший кандидат и он будет чертовски хорошим 47 президентом и эта команда которая у нас есть это лучшая команда и конечно даже мой босс сьюзи уайлз лучшая спасибо спасибо и спасибо тебе сьюзи посмотрите на это она стесняется никогда раньше не видел чтобы она стеснялась сьюзи они замечательные все здесь замечательные все здесь очень особенные но трамп кто кто ты сказал о позвольте мне сказать вам у нас появилась новая звезда звезда родилась илан да теперь он такой он потрясающий парень мы сидели вместе сегодня вечером знаете он провел две недели филадельфии и разных частях пенсильвании проводя предвыборную кампанию знаете он запустил ракету две недели назад и я видел эту ракету и я видел как она садилась я видел ее когда она взлетела она была красивой блестящей белый когда она садилась она выглядела уже не так хорошо она летела со скоростью 10000 миль в час и горела как в аду я спросил а что случилось с вашей краской и он сказал что мы никогда не делали краску которая смогла бы выдержать такой жар но я видел как эта ракета развернулась и села она была длиною в 22 этажа хотя на вид казалось меньше но все равно очень большая и она спускалась и спускалась и я видел как горел огонь и я сказал что только илон мог сделать это это должен быть илон хочу рассказать историю я делился ею с ним вчера вечером я разговаривал с человеком по телефону экран и звук были выключены это был очень важный человек и он сейчас присутствует здесь это один из самых важных людей я бы даже сказал самых важных в стране но знаете я был президентом и думал что возможно снова смогу стать им поэтому я решил что могу попросить его повисеть на трубке он думая что я снова стану президентом согласился я разблокировал телефон и увидел эту сумасшедшую штуку которая крутится вокруг своей оси и падает вниз я подумал она разобьется и сказал нет я сказал собеседнику не могли бы вы подождать еще пару минут я хочу это увидеть я думал это фильм о космической эре или что-то в этом роде я плохо поступил так как заставил собеседника ждать 45 минут но вот космический корабль опустился и я увидел как заработали двигатели и мне показалось что все кончено он должен был разбиться а потом я увидел как с левой стороны корабля вырывается огонь который выровнял его и он опустился так мягко а потом его обхватили металлическими руками также нежно как вы держите своего маленького ребенка ночью это было прекрасно я позвонил илону и спросил это ты сделал он ответил ну да я я спросил а кто еще так может россия может это сделать он говорит нет может китай тоже нет могут ли это сделать сша кроме илона маска он сказал никто не может я сказал что именно за это я тебя и люблю илон это замечательно и вы знаете когда был тот трагический ураган хеллен который особенно сильно обрушился на северную каролину их буквально затопило это была огромная масса воды самая большая который мы когда-либо видели у урагана она образовала озера там где их раньше не было и поля превратились в озера ураган был невероятно опасным и жители северной каролины обратились ко мне и сказали может у вас будет возможность хотя бы самая захудалая чтобы поговорить с илоном маска нам нужен starlink я спросил а что такое starlink они объяснили что это способ связи я позвонил илону и я расскажу сейчас что из этого получилось ситуация была очень опасной люди могли погибнуть связи провода были оборваны и я набрал илона маску я сказал илон у тебя есть что то что называется starlink да ну да есть а что ты вообще такое он ответил это очень хорошая система связи я сказал илон они действительно очень нуждаются в ней в северной каролине можешь это сделать он предоставил starlink так быстро это было невероятно это было замечательно это спасло много жизней он спас много жизни он особенный парень настоящий гений а нам нужно защищать наших гениев у нас их не так много нам нужно защищать наших супер гениев я хочу поблагодарить также и некоторых других людей знаете у нас здесь сегодня чемпион открытого чемпионата сша он потрясающий немного выше меня чуть чуть выше его зовут брайсон дешамбок дел где брайсон брайсон он тренируется отрабатывает удары он уже идет брайсон но вы только посмотрите на него у него отличная карьера брайсон отыграл отличный чемпионат это фантастическая работа также с нами человек по имени дэйна уайт который проделал невероятную работу он жесткий парень дэйна основал юфси пришел ко мне попросив помощи никто не хотел помогать ему потому что все говорили что это слишком жесткий спорт я немного помог ему и потом сказал это самый жесткий спорт который я когда-либо видел но мне он начал нравится и ему тоже никто не сделал лучшей работы в спорте чем он он действительно мотивирующий человек то что он делает это вдохновляет этих бойцов и они выкладываются на полную это стало одним из самых успешных спортивных предприятий в любом месте и в любое время я хотел бы попросить дэйна сказать пару слов потому что люди любят его слушать никто не заслуживает этого больше чем он и никто не заслуживает этого больше чем его семья вот что происходит когда система идет против тебя то что вы видели за последние несколько лет так и выглядит сопротивление его невозможно остановить он продолжает и двигаться вперед он не сдается это самый стойкий и трудолюбивый человек которого я когда-либо встречал его семья невероятные люди дамы и господа это карма он заслуживает этого они заслуживают этого как семья я хочу поблагодарить некоторых людей я хочу поблагодарить и нелк бойс эйдена роса тео вона басин вирде бойс и наконец последнего но не менее важного великого и могущественного джо рогана и спасибо америка спасибо доброй ночи когда это настоящий шедевр он удивительный человек он действительно удивитель но больше всего я хочу поблагодарить миллионы трудолюбивых американцев по всей стране которые всегда были сердцем и душой этого действительно великого движения мы прошли через столько всего вместе и сегодня вы пришли в реку корном количестве чтобы обеспечить победу такую какой наверное еще не было это было нечто особенное и мы отплатим вам мы сделаем лучшую работу мы повернемся вспять нам нужны изменения и быстрые мы будем менять все у нас много способов изменить абсолютно все во всех отношениях этот день навсегда останется в памяти как день когда американский народ снова обрел контроль над своей страной я просто хочу сказать что есть еще несколько лиц этой великолепной группы людей трудолюбивых и потрясающих мы можем добавить несколько имен таких как роберт ф кеннеди младший он выступил в нашу поддержку и он поможет сделать америку снова здоровой он действительно искренне настроен сделать все что нужно и мы позволим ему это сделать я сказал только одно бобби нефть оставь мне у нас больше жидкого золота и нефти чем в любой другой стране мира больше чем саудовской аравии у нас больше нефти чем в россии бобби не лезь в жидкое золото кроме этого можешь браться за все что душе угодно и мы будем снижать долг мы будем сокращать налоги у нас есть возможности делать то что никто другой не может сделать никто не сможет это сделать у китая нет того что есть у нас ни у кого нет того что есть у нас но у нас также есть великие люди возможно это самое важное это компания была исторической во всех смыслах мы создали самую большую самую широкую самую сплоченную коалицию такого никогда не видели во всей американской истории никогда не видели такого единства молодые и старые мужчины и женщины жители сельских и городских районов все помогали нам этой ночью я уже посмотрел на отличный анализ людей которые за нас голосовали никогда и никто не видел такого люди пришли со всех сторон из профсоюзов вне профсоюзов афроамериканцы латиноамериканцы азиатские американцы арабские американцы и мусульманские американцы все вместе и это было прекрасно это историческое объединение граждан всех слоев общества вокруг общей идеи здравого смысла и вы знаете что мы партия здравого смысла мы хотим иметь границы мы хотим безопасности мы хотим чтобы все было хорошо и безопасно мы хотим отличное образование Мы хотим сильную и мощную армию, которую в идеале никогда не будем использовать. Вы знаете, у нас не было войн. Четыре года у нас не было войн, за исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордной сроке, но у нас не было войн. Они говорили, что Трамп начнет войну. Я не собираюсь начинать войны. Я собираюсь их остановить. Но это также грандиозная победа для демократии и свободы. Вместе мы откроем Америке, ее славное будущее и достигнем самого невероятного будущего для нашего народа. Вчера, когда я был в шаге от финала своей предвыборной кампании, я сказал, «Я больше никогда не проведу митинги». Можете ли вы в это поверить? Мы провели около 900 митингов, представляете? 900, 901 или что-то вроде этого. Много митингов. И мне стало грустно. Всем было грустно, ведь это наш последний митинг. Но теперь мы двигаемся к чему-то гораздо более важному, потому что митинги были нужны для того, чтобы мы могли по-настоящему помочь нашей стране. Вот что мы собираемся сделать. Мы сделаем нашу страну лучше, чем когда-либо. И многие люди говорили мне, что Бог сохранил мне жизнь ради одной цели. И это цель – спасти нашу страну и восстановить величие Америки. И теперь мы вместе выполним эту миссию. Задача, что стоит перед нами, будет непростой, но я вложу каждую унцию энергии, духа и решимости, которые есть у меня в душе, в работу, которую вы мне доверили. Это великая работа. Нет такой работы, как эта. Это самая важная работа в мире. Так же, как я сделал в свой первый срок, который был отличным, я буду руководствоваться простым девизом – «Обещания даны, обещания выполнены». Мы сдерживаем свои обещания. Ничто не остановит меня от того, чтобы держать слово перед вами, моим народом. Мы снова сделаем Америку безопасной, сильной, процветающей, могущественной и свободной. И я призываю каждого по всей нашей стране присоединиться ко мне в этом благородном и праведном деле. Вот что нужно делать. Пришло время оставить позади разделение последних четырех лет. Время объединиться. И мы будем стараться, мы должны попытаться, мы обязаны пытаться. И это произойдет. Успех объединит нас. Я видел это, я уже видел. Я видел это во время первого срока, когда мы становились все более успешными. Люди начали объединяться. Успех объединит нас. И мы начнем с того, что все поставим Америку на первое место. Мы должны поставить свою страну на первое место, хотя бы на некоторое время. Мы должны это сделать, потому что вместе мы действительно сможем сделать Америку великой снова для всех американцев. Я просто хочу сказать вам, какая это большая честь. Я хочу поблагодарить вас. Я вас не подведу. Будущее Америки станет масштабнее, лучшее, смелее, богаче, безопаснее и сильнее, чем когда-либо прежде. Да благословит вас Господь и да благословит Бог Америку. Спасибо всем большое.